Ваши права нарушают? Вас обманули в магазине или продавец отказывается принимать обоснованную претензию? Как быть и что делать? Тема нашей сегодняшней беседы – защита прав потребителя. У нас в гостях юрист проекта «Защита потребителя» Евгений Соловьев. С ним и пообщаемся на тему «Как покупателю не стать обманутым». Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, правильно я понимаю, что «Защита потребителя» – это общественная организация, которая существует во Владимире, в Владимирской области? Да, совершенно верно. Это, скажем, проект с несколькими человеками, которые активно занимаются защитой прав потребителей. Вот уже третий год. И мы действуем под эгидой Молодежного союза юриста, который является региональной общественной организацией. То есть три года вы уже работаете, если берем город Владимир, то в городе Владимир. Да, с декабря 2017 года. Обращаются ли люди с области? Очень часто. То есть мы постоянно практикуем выезды в области с выездными консультациями, семинарами. И люди, в том числе через местную администрацию, уже понимают, что есть возможность связаться. Это, конечно, осложнено тем, что удалено. Документы передаем по электронной почте. Наши в основном, те, кто к нам обращаются, люди пожилого возраста, но как-то выкручиваемся. И в крайнем случае, либо мы едем к ним, либо они едут к нам. Большинство все-таки жалоб и обращений онлайн или ножками лично приходит? Ну, до, скажем так, пандемии это, конечно, ножками. Если мы говорим о пандемии, то два с лишним месяца мы вынуждены были удаленно работать. Либо делать какие-то выездные консультации на нейтральной территории, на свежем воздухе, где-нибудь около магазина обмениваться документами. Но в основном это, конечно, личная консультация в офисе, либо же по телефону. Если привести по цифрам, по статистике, за 2019 год или за 9 месяцев нынешнего года, как удобнее, да? Сколько обращений и с чем в основном связаны жалобы? Ну, действительно, я понимаю, что это большинство людей пенсионного возраста? Ну, в основном, да. В основном это люди пенсионного возраста. Но есть у нас и многодетные семьи, и инвалиды, и даже студенты бывают. За 2020 год и плюс декабрь прошлого года, то есть за наш отчетный период, у нас уже пройдено более 500 консультаций. Из них приблизительно чуть больше половины по телефонной связи, но опять же таки с учетом пандемии. Потому что именно в этот период у нас в основном по телефону, по телефону, по телефону. Плюс у нас были куча ограничений отмены тех же праздничных мероприятий, концертов с туристическими путевками. Вот если говорить именно о категориях обращения, то вот сейчас именно вот это были туристические путевки, отмена самолетов, авиабилеты, например, а также отмена концертов. Ну и самое стандартное у нас это технически сложные товары, ломать стиральную машину, мобильный телефон и все что угодно. То есть сейчас курс такой, да, это техника и что-то связанное с туризмом? Да, однако же с принятием нового постановления правительства, сейчас у нас обращение по туризму уходит на второй план, потому что четко уже определен порядок обмена билетов, возврата денежных средств. То есть сейчас пока этот вопрос по новым обращениям утих, мы работаем по старым, но он возможно будет актуализироваться, когда постановление правительства прекратит свое действие, а денежные средства, например, не будут выключены. Но это время только пока же. А если мы берем период вот до пандемии, да, много ли обращений было вот именно, ну таких вот обывательских, грубо говоря, простых, обманули в магазине, перевешали на рынке, продали не тот товар, не хотят возвращать, вот такая вот история. Ну, в основном можно разделить всех на покупки в интернете, то там, как правило, обращение по то, что доставлен не тот товар, либо вообще магазин оказался подделкой, вместо там лицензионной вещи прислали какой-то шарпотреб. Вот это обращения, которые были в связи с интернет-покупок. Если мы берем обычную продажу, то наши любимые ценники, то есть различия между ценой на кассе и ценой непосредственно в выставочном зале. И в основном это некачественные услуги и товары. Плюс у нас есть определенные категории, это когда, скажем так, введенные в заблуждение граждане покупают те услуги или продукты, товары, которые им были не нужны в кредит. То есть на основании бесплатной консультации, бесплатной презентации товаров, это у нас, может быть, и постельные принадлежности, и какая-нибудь чудо-сковородки, и массажеры, то есть различный комплекс вообще любых товаров. О том, как работает проект «Защита потребителя» узнаете из следующего видеоматериала. Любовь Степана много лет назад схоронила мужа, а в августе 2017-го умер и сын. На годину хотела поставить на могилку оградку и памятник, в конторе заверили, что справится быстро. Заказ бабушка сделала 11 августа 2018-го, чтобы к 22-му, как раз когда година, все поставить. Но контора подвела. Меня уверили, просто уверили, что к этому числу все будет готово, то есть к године. Все будет готово. В результате протянули до ноября месяца. Написали несколько расписок, обязательств, что будет все сделано. Будет все. Кстати, оплатила сразу, потому что надеялась, что действительно сделают все вовремя. Ограду контора изготовила только к ноябрю. С первого раза поставить не смогла, потому что, по словам Любови Степанны, ограда оказалась на метр длиннее, чем нужно. Но самое печальное для бабушки, даже к ноябрю она не смогла увидеть памятник сыну. Контора продолжала кормить обещаниями. И тут уж бабушка возмутилась. На могилах зимой памятники не ставят. Они ставят по какой причине? Потому что земля смерзнется, его поставишь. А весной она начинает оттаивать. И его повело, и туда повело, и сюда повело, и в крик, и в кость повело. Надо снова переделывать. Летом бабушка заплатила конторе около 30 тысяч за ограду и памятник. Поскольку памятник в зиму бабушка ставить не хотела, она решила потребовать назад половину суммы. Но контора исчезла. Юристы говорят, здесь явное нарушение прав потребителей. Даже за одну ограду, которая поставлена с трехмесячной задержкой, можно требовать моральную компенсацию. Ну а отказ вернуть 78-летней женщине деньги, вообще вопиющий случай, на ритуальную контору подали в суд. Юристы по правам потребителей советуют всегда заключать договоры на оказание услуг. Никому не верить на слово. Все обещания должны быть в письменной форме, заверенные подписью и печатью. Так потом легче добиться справедливости в суде. Что касается Любови Степанны, то она обратилась в проект «Защита потребителя». Мировой суд встал на сторону пожилой женщины. Контора должна вернуть пострадавшей стоимость памятника, плюс выплатить неустойку на такую же сумму, плюс компенсировать моральный вред и заплатить штраф. В итоге бабушка должна получить в три раза больше денег, нежели получила бы от конторы без суда. Кстати, если юристы говорят клиенту, что его дело правое, и он точно выиграет в суде, нельзя с теми, кто вас обидел, идти на мировое соглашение. Обманувший раз может обмануть и второй, а после мирового соглашения суд снова не примет иск на вашего обидчика. Евгений, скажите, пожалуйста, большая ли команда работает над тем, чтобы помогать гражданам, консультироваться и принимать ли вы участие в судебных процессах? У нас работают пять человек. Это наш руководитель проекта, курактор проекта, юрист-консультант и юрист непосредственно я. То есть тот человек, который ходит в суды. Есть у нас еще бухгалтер, но он, естественно, помощи гражданам не оказывает, он сопровождает деятельность нашего проекта. Мы в своей деятельности не только консультируем, но еще и составляем документы для всех категорий граждан. Когда речь идет о том, чтобы выйти в суд, то здесь мы определяем строгий отбор, потому что должен быть льготная категория граждан. Это многодетные, инвалиды, пенсионеры, студенты, как я же говорил, либо малообеспеченные, которые подтверждают справками, либо свидетельствам Центра занятий населения, что стоят на бирже. То есть в суде вы помогаете только по категориям отдельного, то, что вы сейчас перечислили, правильно? Да, именно в суде мы помогаем тем, кто не сможет оплатить данные услуги у обычного юриста или адвоката. Соответственно, вчетвером вы вообще вывозите всю эту историю, исходя из цифры в 500 обращений, хотя половина из них по телефону была, но так или иначе всю эту историю, что хватает ли сил и мощностей? Мы ежегодно при подаче заявки в фонд президентских грантов определяем тот объем работы, который мы готовы выполнить. В настоящий момент мы справляемся, мы работаем с превышением всех показателей, которые мы заявили в рамках нашего гранта. Однако же мы никогда не откажемся от помощи, например, начинающих юристов, студентов. Мы готовы пригласить человека на практику, потому что обращений много, и они с каждым годом увеличиваются и увеличиваются по количеству, потому что нас узнают все больше и больше людей. Однако же наша команда пока такова, и если кто-то захочет попрактиковаться, то, конечно, мы будем рады видеть в своих рядах новых людей. А насколько люди, которые к вам обращаются, потребители, насколько они доверяют именно молодым специалистам? Если вы сейчас говорите о студентах, о практике. Не секрет, что когда мы начинали в 2017 году, у меня был небольшой стаж работы, и я, наверное, человек номер один, которого видит тот, кто к нам обращается, потому что я сижу непосредственно на личном приеме. Были скептические отношения. Вопрос номер один был, а вы вообще закончили университет или нет? Ну, я достаточно молодо выгляжу, и я всегда отвечал, что да, я закончил. Теперь я с гордостью говорю, да, я закончил аж два раза, потому что у меня два диплома юриста. И во всяком случае сейчас этот вопрос отпал, потому что есть определенная репутация нашей организации, есть определенная репутация личностная, и все реже к нам, скажем так, не доверят. Если же у нас будет кто-то новый в штате, у него по-любому есть куратор, руководитель, люди, которые в прошлом работали в государственных органах с многолетним стажем. То есть потребителям нечего переживать, что им занимаются молодые люди. Если мы потребителей разделим на два лагеря, те, кто лично из рук в руки, так сказать, передает денежные средства, это первый лагерь, да, а второй, про что вы как раз сказали, это интернет-покупки. Наверное, есть ли какие-то золотые правила, если это можно так сказать, да, для того, чтобы не стать обманутым? То есть что необходимо блюсти вот прям по пунктам пальцем, да, в первом случае, и во втором случае, чтобы вот по всей вероятности, да, выйти сухим из воды и не вляпаться в какую-то историю? Ну, если мы берем личную встречу, то в любом случае, первое, что мы должны помнить, если нас приглашают на какую-нибудь бесплатную презентацию, желательно брать на нее паспорт. Потому что при наличии документа можно получить и оформить кредит. Если нам действительно нужна вещь, мы лучше вернемся домой, возьмем этот паспорт, а лучше сделаем это на следующий день, потому что были реальные прецеденты. То есть не брать лучше документы? Не брать с собой документы, удостоверяющую личность, даже ксерокопию. Потому что если это бесплатная презентация, где вам что-то хотят рассказать, вам и так расскажут, не обязательно иметь документы, удостоверяющую личность. Так, ага. Это первое. Потому что были прецеденты, когда человека сажали в такси, везли домой за паспортом, либо за денежными средствами, потом возвращали. Это ради того, чтобы не стать, скажем так, жертвой агрессивного маркетинга и презентации товаров. Когда человек на вау-эффекте соглашается купить то, что мне обязательно. Второе, это, конечно, читаемые условия договора, весь мелкий шрифт. Даже сейчас не столько шрифт влияет, сколько объем. Очень много страниц, человек просто ему лень. Да что, я буду читать, все понятно. Ему лень, да. Плюс формулировка – это стандартный договор, все хорошо, все нормально. Человека почему-то успокаивает. Нет, нужно вчитываться. Нужно понимать, что тебе продают, за какую цену продают, каким образом. И главное, в какие сроки. Потому что, например, тоже было, заказывали какую-нибудь поставку товара, обещали на следующей неделе, а в договоре 90 рабочих дней. То есть человек ждет чуть ли не полгода, хотя сам бы это подписал. Соответственно, обязательно, если нам предлагают что-то купить в кредит, обязательно взвешиваем все свои финансовые риски. Потому что, даже если нам говорят, что это рассрочка, скорее всего, это все-таки кредит. Потому что рассрочки в прямом ее понимании, то есть в беспроцентной пользе денежными средствами, ни продавец не дают, ни тем более банки. Они очень редко одобряют подобные услуги. Ну и опять же таки, прежде чем заключить с кем-то договор, мы исследуем отзывы о данном товаре, независимо, где мы его покупаем, и непосредственно о данном продавце. Потому что, если кто-то на этом уже сильно обжегся, обязательно в интернете, либо где-то еще, будет негативный отзыв. И кардинантно противоположное. Не верим стопроцентным положительным отзывам, потому что они, к сожалению, сейчас тоже покупаются и подделываются. Да, иногда негативные отзывы могут составлять конкуренты. И это главный аргумент человека, который продает и говорит, мы про вас плохо прочитали. Он говорит, да нет, нет, это конкуренты, не переживайте. Ну и последнее, это оцените цены у конкурентов. То есть в любом случае, если вам продают слишком дешево, это повод насторожиться. Или если, наоборот, вам услугу слишком дорого продают, то, возможно, вы переплачиваете. Об этом тоже стоит помнить. Потому что, когда слишком дешево, это обычно на услугах, когда, например, делают ремонт нам, либо что-то поставляют, потом выясняется, что сделано некачественно, то есть неквалифицированной рабочей силой, например. Тогда, получается, человек заранее мог бы предугадать, что если слишком дешево, наверняка и качество будет соответствовать цене. Если говорим о покупках в интернете, нашел на каком-то сайте необходимый тебе товар, соответственно, заказал, не оплатил сразу по банковской карте, ну, есть такие, да, наверняка знаете, товар пришел на почту, но по тем или иным причинам ты передумал, уехал, ты хочешь отказаться от этого товара, а ты же, ну, по сути, не подписывал никакие договора, не заключал там, да, или достаточно поставить одну галочку где-то, и, значит, все, потом тебе компания уже в судебном, да, в судебных разбирательствах может предъявить, и ты оплачешь все равно. Вот как вот здесь быть? Когда мы приобретаем товар в интернете, мы заполняем специальную форму. В этой форме мы представим свои персональные данные и также подтверждаем свое согласие с публичной офертой, где эти правила себе прописываются. Порядок заключения договора, порядок оплаты, порядок его расторжения. Поэтому игнорировать не самый лучший выход. Если мы решили отказаться от товара, мы помним, что мы можем отказаться в любой момент до получения товара от данного договора, от данной услуги, и в течение 7 дней после того, как мы его получили. Главное, чтобы он сохранил свой товарный вид. Ну, грубо говоря, мы не скрывали упаковку. То есть мы, например, забрали и потом передумали. Такое тоже бывает. Тогда нам должны вернуть денежные средства в полном объеме, и вопрос как бы решен. То есть можно в течение 7 дней отказаться-то? Ну, а если товар хороший, он не бракованный, ничего? Ну, просто он уже не нужен. Нынешние требования законодательства позволяют нам отказаться в течение 7 дней. Даже больше. Если нам не разъяснили порядок возврата данного товара, то мы можем отказаться в течение 3 месяцев. Но я бы никогда не уповал на этот срок. Всегда стремился ориентироваться на 7-дневный, потому что доказывать, донесли информацию, не донесли информацию, намного сложнее, чем соблюсти этот 7-дневный срок. Вопрос такой. Много ли в вашей практике случаев, так сказать, жалоб необоснованных? Когда вроде человек рассказывает, говорит, там, лично он совершал покупку, или онлайн, говорил, что нет, вот меня обманули, они неправы, да, вы взялись за это дело, начали его, как говорится, рассматривать более подробно, крутить, раскручивать, а потом, ну, узнали мнение второй страны, да, а потом все-таки, соответственно, ну, выяснилось, что все-таки нет. По законодательству-то, по всем вот юридическим аспектам вторая страна-то в этом вопросе права. Ну, на самом деле, таких случаев немного. Ну, где-то там, один из десяти, это даже слишком много, да. Где-то вот один из ста, когда человек изначально неправ. То есть он приходит, он говорит, я вот везде жаловался, вот здесь, 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 там. Мне приходят ответы, ответы не в мою пользу, и дальше, ну, вот это вот все куплено. То есть ты начинаешь разбирать, да, и ты понимаешь, что действительно все ответы верные, что человек неправ, что неправильно трактует, например, закон, либо вообще у него никаких, либо он жалуется не на того, кого он должен жаловаться, предположим. Вот, такие случаи тоже бывают. Бывали случаи, когда человек что-то недоговаривает. Это, наверное, самая фатальная ошибка, потому что в этом случае мы-то представляем интересы человека. И это понятие выиграли или проиграли в суде, оно, конечно, некорректное, но получает по суду что-то и проигрывает в суде что-то именно человек, за счет, у кого мы идем. Если он не донесет до нас полную информацию по своему делу, то он, получается, он же проигрывает, он попадает на судебные расходы, то есть он, наоборот, уходит в минус. Это, ну, как бы человек пытается обмануть систему, и, ну, это очень редко бывает. То есть если человек обращается к юристу, он должен как вот на исповеди, то есть донести все. Лучше юрист выберет стратегию защиты, скажет, например, вот это мы лучше не скажем, что вы, например, запускали эту машину, утрирую, но в остальном она действительно как новая, все, давайте мы ее вернем. Чем мы будем действительно ею пользоваться, выставлять ее условно на Авито, еще что-то делать с ней, а потом говорят, нет, мы ее не трогали, ничего с ней не делали. А юрист, он склонен доверять своему клиенту, да, он проверяет какие-то аргументы, в основном он доверяет, и он с этими аргументами идет потом в суд, а в суде выясняется обратно. Но получается, что в итоге-то не юрист, не прав, не компетентен, а сам человек изначально ему не договорит. Какие еще случаи бывают связаны с защитой прав потребителя, узнаете из следующего видеоматериала. Эти кожаные зимние ботинки Иван купил в крупном бувном магазине в конце ноября. Отдал за них 3230 рублей. Мужчина рассказывает, что во время примерки его все устраивало. Только вот в новых ботинках Иван проходил всего несколько дней. У мужчины стали сильно болеть ноги в области бедер. Раньше, по его словам, подобных проблем никогда не было. Хотя обувь носил разную, а тут на тебе. Сначала не обратил это внимание, думал, пройдет. На следующий день уже настолько была боль, что нога просто не поднималась, пришлось ее выволочить. Очень больно. Придя домой, сняв ботинки, через некоторое время стало полегче. Решил обратиться в магазин. Письменную претензию Ивана на качество ботинок в магазине рассмотрели. Но вернуть деньги отказались. Потому что хотя на новую обувь и даются гарантии, видимых дефектов производственного характера на ней нет. Поменять тоже нельзя. Ботинки уже носили на улице, бирки срезаны, а значит товарный вид потерян. Иван обратился в Роспотребнадзор, но там ему пояснили, что в подобной ситуации необходима экспертиза. Провести ее могут и в магазине. Для этого покупатель должен написать заявление о том, что он не удовлетворен ответом на претензию и визуальной проверкой качества. Однако, если обувь признают качественной, за экспертизу ему придется платить. А вот если дефект действительно обнаружат... Если результаты экспертизы показывают, что товар действительно имеет либо фабричный дефект, либо производственные какой-то недостатки в носке в качестве, то потребитель на основании этих лабораторных исследований и экспертизы обращается непосредственно к продавцу с претензией. Пишется в двух экземплярах, где указывает выявленные недостатки и свои требования. В этом случае потребовать можно замены, ремонт обуви или возврата денег. Иван рассказывает, что сам ходил на консультацию к независимым экспертам. Там ему сообщили, что специального оборудования для исследования подобных внутренних дефектов в городе нет. А внешне ботинки выглядят нормально. Мужчина уверен, проблема именно в качестве обуви. Он обратился в ортопедический салон. Ему пояснили, что боль может возникать из-за неравномерного распределения нагрузки на стопу. Сходил мужчина и к врачу, который зафиксировал, что у него в ноге лопнул сосуд и даже образовалась гематома. Сейчас Иван проходит лечение, и новые ботинки ему посоветовали больше не носить. Устанавливать является ли обувь некачественное дело экспертов. По закону можно прибегнуть к их помощи или даже обратиться в суд. Специалисты советуют, чтобы избежать подобных обстоятельств, лучше все же разнашивать новую обувь дома, не срезая ярлыков и бирок, а при покупке внимательно читать условия гарантии. Евгений, вопрос. Где вас найти? Пароли, явки, телефоны, интернет, странички? Для тех, кто не знает. В интернете нас найти просто. Яндекс, Гугл, проект защиты потребителя, город Владимир. Мы выходим в первые тройки выдачи. Обязательно обращайте внимание, чтобы не было пометки рекламы, потому что иногда другие юридические фирмы проплачивают рекламу и не вылазят раньше. Мы же молодежный союз юристов, и нас, в принципе, дальше легко найти. Услуги вы оказываете бесплатно? Бесплатно. Об этом прямо указано на первой нашей странице. Имеется ссылка на фонд президентских грантов и номер нашей горячей линии, по которой в основном все нас находят. Это 8 920 920 25 15. Также мы принимаем по предварительной записи на проспекте Ленина, 15А, офис 306.1. Хотелось бы узнать общение вашего проекта, сотрудников проекта с сетевыми магазинами, потому что очень много сейчас сетевиков, и без меня все их знают. И наверняка на них тоже какое-то есть определенное количество жалоб, нарушений, что вот здесь мне не так сделали, а было написано одно, а в итоге другое. Про взаимоотношения с сетевыми компаниями немножко расскажите. Насколько сложно отстоять, защитить права потребителя? И есть ли смысл самому потребителю, из-за, я так понимаю, суммы-то наверняка небольшие, тратить свое время и силы, чтобы доказать свою правоту вот этой большой системе сетевых магазинов? Есть распространенное заблуждение, которое я слышал даже от сотрудников государственных органов, что вот это не Владимира, скажем так, в глубинке, что это вот федералы, сетевики, с ними бесполезно, у них огромный штат юристов и так далее. А наоборот, в этом случае у нас есть замечательный плюс. Если мы защитим свои права, у нас есть гарантия и надежда на то, что мы свои денежные средства получим по исполнительному листу. Когда же мы судимся, например, с мелким ИП, и у нас есть решение суда, иногда бывает такое, что если у него нет имущества, сложно что-то либо получить. Поэтому сетевики – это даже плюс. Второе. У крупного сетевого магазина есть структура подчиненности, структура руководящих должностей, и всегда есть возможность выйти на вышестоящее руководство, которое так или иначе может решить свой вопрос. Поэтому рекомендация номер один по общению с сетевиками. Если у вас возник какой-либо спор на кассе, либо в выставочном зале, первое, что мы делаем, мы зовем администратор. Потому что администратор в половине случаев вопрос закрывает тут же. То есть он приходит, определяет, что да, действительно нужно продать по цене которой на ценнике, либо вернуть товар, и вопрос закрывается. Или он просроченный, к примеру. Да. Кроме того, администратор, как правило, уполномоченно принимает все письменные претензии. То есть если продавец ее отказывается принимать, займет тогда администратор, потому что у него, во всяком случае, больше полномочий. Ну и, собственно, поскольку здесь уже, конечно, минус, юридические отделы расположены, как правило, где-то в одном городе, и они занимаются обработкой всех обращений по всей России, то здесь мы всегда можем отправить письмо по юридическому адресу и быть уверены, что они его получат и рассмотрят. У нас есть даже прецеденты прямого взаимодействия. То есть мы оказываем не только помощь гражданам, но и проводим просветительские семинары как для граждан, так и для предпринимателей. Несколько крупных торговых центров города Владимир нас приглашали для таких семинаров, для своих арендаторов, индивидуальных предпринимателей, которые продают. Как часто? Это происходит где-то раз в квартал, может быть, раз в полгода. Не так, чтобы очень часто. То есть один раз за проект в один торговый центр мы, например, выйдем, расскажем, на что обращать внимание именно продавцам, где они, как правило, ошибаются, но именно потому, что они не знают. И почему им нужно действовать так или иначе? Потому что у них там, например, будут такие негативные последствия. И вот в этом году, в этом проекте у нас была встреча именно с продавцами электроники, тоже, которым мы также провели разъяснительную работу. Не знаю, насколько она повлияет, но, во всяком случае, они нас услышали, и с их стороны не было каких-либо претензий. Как часто вторая сторона идет на мировую, когда понимает, что дело явно проигрышное, что запахло жареным? Как часто говорят, что, ребят, все, мы поняли, иск заберите, давайте мы договоримся на такую сумму? Или это нежели исключение? Или это правило? Ну, мы пропагандируем потребительскую медиацию, то есть это урегулируем вопрос до суда, то есть путем нейтрального посредника, либо в данном случае не совсем нейтрального, то есть у юриста. И все-таки объясняем те негативные моменты для представителя продавца или того, кто оказывает услуги, о том, чтобы нужно действительно пойти на мир. Не всегда это зависит от политики компании. Некоторые говорят, ну, у них установка, все решать в суде, а кто-то, наоборот, удовлетворяет. Иногда просто грамотно составлены претензии, зарегистрированные надлежащим образом, которая дошла все-таки до юротдела, а не повисла где-то там у администратора на самой дальней полке, она решает этот вопрос. Потому что в крупных сетевых магазинах итоговое решение принимает юридический отдел, который оценивает свои риски, а в мелком тут, конечно, нужно разговаривать и именно объяснять руководителю, владельцу, того же индивидуальному предпринимателю, почему он прав или не прав. Самые резонансные, наверное, дела этого года, которые вы можете смело занести себе в актив, то есть, да, поделитесь, если есть такая история, да, чьи права защитили, кого отстояли, да, и в чем непосредственно дело было. Ну, у нас, скажем так, вот, относительно недавно наша победа, пока еще в первой инстанции, то есть, сейчас будем смотреть, что нам скажет областной суд, если дело все-таки дает до областного суда, это мы со страховой компанией разбирали случай, что женщина пришла в банк с целью положить вклад. Есть же сотрудник банка, не то чтобы заменил, он предложил под видом вклада продукт инвестиционного страхования. По страховке не все люди могут быть приняты на страхование, в том числе люди с определенными болезнями или инвалидностью, например, не могут быть приняты на заключение данного договора. В ее же случае, этот договор, вопреки их же правилам, был нарушен, с нее взяли 100 тысяч рублей, через год попросили еще 100 тысяч рублей, и еще через год еще 100 тысяч рублей хотели просить. Сюда она должна была заплатить 500. И только на третий год, в связи со своими индивидуальными особенностями, в том числе по здоровью, она выяснила, что все-таки это не договор банковского вклада. И мы признали в суде договор недействительным именно по тому основанию, что несмотря на то, что было очевидно, что она относится к той категории, которой нельзя заключать договор, с ней этот договор был заключен. И вот в настоящий момент мы отсудили те деньги, что она заплатила, и еще приблизительно столько же дополнительного в качестве морального вреда штрафа неустойка. Посмотрим, устоит ли наше дело в суде, но оно, скажем так, одно из самых сложных и нестандартных, что у нас было. Ну вот вы сейчас говорили о суммах в сотнях тысячах рублей. А как часто бывает, что до судов доходят дела, ну, копеечные, будем называть их так, 100, 200, 300, или это все решается по телефонным переговорам до личными встречами? Нет, конечно, до суда сумму до тысячи рублей у нас не доходили. Самое минимальное, это у нас как раз-таки в районе полутора тысяч, это был USB модем. Но, опять же-таки, с учетом штрафов и неустойка присуждено было порядка шести. И, опять же-таки, у нас был, опять же-таки, прецедент. Мужчине отказали неоднократно, там, в течение месяца, отказывали за заключение договора ОСАГО, еще в 2018 году. И мы признали этот факт отказа, факт того, что отказ не обоснован, незаконен, искали моральный вред. Однако же, ну, суд, хоть это и признал, он там заскал моральный вред тысячу рублей, то есть, самый минимальный выигрыш, это все-таки тысяча рублей. И вот, коли вопрос банков затронули, да, вот по микрофинансовым организациям вы как-то работаете, да? Много ли, опять же, обращений? И как взаимодействуете с потребителями вот по этому вопросу? В данном случае у нас, имеется у нашей команды второй проект, называется «Права защиты заемщиков», где я являюсь руководителем, где мы отдельно помогаем людям, которые попали в трудную финансовую ситуацию, по тем или иным причинам не могут вернуть деньги в банк или в МФО. Мы предлагаем способы выйти из этой ситуации, либо же отставим их в интерес в суде, там, снижая неустойки штрафа. Обращений, конечно, поменьше, чем по потребителям, потому что, ну, потребитель – это более широкая, более узкая стезя, но их достаточно. У нас, к сожалению, если человек берет займ у микрофинансовой организации, как правило, ему не дают кредиты в обыкновенных банках, следовательно, его финансовое положение настолько плохо, что он вынужден туда идти. Под эти огромные проценты. Да, под эти огромные проценты, и они, как правило, как снежный ком. То есть начинается ситуация, когда человек берет один займ, чтобы отдать другой займ, и вот так вот постепенно. Мы в данном случае рассматриваем возможность банкротства физических лиц, консультируем, помогаем им составлять документы. Таких обращений тоже достаточно, и если кто-то к нам придется с такой просьбой ему помочь, конечно, мы его проконсультируем также бесплатно. Спасибо большое, Евгений, за консультацию. Я напомню о защите прав потребителей. Мы беседовали с юристом Евгением Соловьевым.